Всем привет! Вы на канале Жизнь за границей. Я на данный момент нахожусь в жилом комплексе The Season, который имеет трехспальные виллы со своей территории, таунхаусы и имеет один общий бассейн на все жилые дома. Сегодня я хочу поговорить с вами, какого же оператора выбрать для связи в Таиланде. Я сам использую оператора TrueMove, и мне вполне его достаточно для работы в интернете, проведения прямых эфиров и так далее. Вот. Сразу могу сказать, что когда вы прилетаете в аэропорт, не пользуйтесь, не берите сим-карту в аэропорту, так как это вам станет достаточно дороже. Вот. Вы можете прилететь уже на свой город, в свой остров, и там уже приобрести, зарегистрировать сим-карту на паспорт. Стоимость сим-карты вам обойдется в 49 бат. Вот. Карту вы покупаете, и там уже сами можете выбрать, какой тариф вы хотите использовать. Я раньше использовал еженедельный тариф, он стоил 69 бат в неделю, и мне его, в принципе, хватало, его 512 мегабит на сутки, и через сутки он опять обновлялся, и у меня опять появлялись следующие 512 мегабит. И такого тарифа хватало на неделю. Через неделю я, соответственно, должен опять был внести денежку и обновить этот тариф. Вот. Это один момент, что вы должны знать по приезду. А второй момент. Как где лучше снимать, обменивать деньги? Здесь я могу сказать, что разницы особой никакой нет, так как все банки, в принципе, одинаковы. Я имею в виду, что на Пхукете, что в Бангкоке, что на Самуи, у них один свой собственный курс. Вот. Я бы, конечно, порекомендовал вам снимать и обменивать деньги в зеленом банке под названием Кассикорн. Если будете просто снимать деньги, то используйте именно этот банк. В их банкомате есть русский язык. Можно менять на русский язык. Это будет достаточно комфортно для русскоязычных туристов. И еще один немаловажный момент. Это аренда транспорта. Когда вы приезжаете на Самуи, конечно же, вы хотите либо арендовать байк, либо автомобиль. Вот. И я подскажу вам, как выбрать транспорт в аренду. Первое, что вы должны знать, никогда, никогда не оставляйте паспорт в залог тайским компаниям. Это самое первое правило, которое вы должны придерживаться. Потому что, мало ли что, может быть, возникнуть какие-то недопонимания с тайцами. И вам скажут тайцы платить ту или иную сумму за якобы какой-то ущерб. И вы ничего не сможете сделать, так как у них в залоге ваш паспорт. Соответственно, вылететь вы не сможете. Соответственно, вам надо будет его выкупать. Вот. Первое, что вы должны понимать, что, если вы арендуете транспорт в тайской компании, не оставлять в залог паспорт. Оставьте деньги, что-то еще, но не паспорт. Либо вы можете воспользоваться услугами русскоязычных компаний. Таких, к счастью, на острове достаточное количество. В принципе, вы можете также арендовать транспорт через нас, через нашу компанию. Здесь уже паспорт вам оставлять в залог не обязательно. Достаточно просто предъявить копию, либо мы просто сфотографируем ваш паспорт. И в залог здесь берется лишь от 100 долларов до 300. В зависимости от того транспорта, который вы берете в аренду. Стоимость аренды автомобилей на острове начинается от 500 бат за сутки. Вот. Также можно эту стоимость сократить, если вы берете автомобиль на месяц. Тогда стоимость будет начинаться от 12 тысяч бат в месяц. С байками, конечно, это немного дешевле. Стоимость начинается от 120 бат за сутки. Опять же, все зависит от модели байка. Допустим, клик, хонда клик 125 может стоить от 120 бат в сутки. Хонда PCX начинается от 200 бат в сутки. Если брать помесячно, то это от 2,5 тысяч бат в месяц хонда клик. И от 3,5 тысяч бат хонда PCX 150 кубов. Вот. Здесь также оставляете депозит в основном, это 100 долларов. И копию паспорта. Этого достаточно, чтобы взять в аренду байк. По правам вы должны при себе иметь международные права. Но не во всех случаях они пригождаются. В основном байки останавливают, если у вас нет с собой шлема. Точнее, если у вас не надет на голову шлем. В других случаях, в принципе, иностранцев не останавливают. По крайней мере, на острове Самуи. В Паттайе и Пхукете, скорее всего, дела обстоят немного по-другому. Там более жестче относятся к туристам, к правилам и так далее. Остров Самуи более лоялен. Так что пока что можно приезжать с обычными правами российскими. В принципе, здесь никто не заметит разницу между международными и российскими правами. Сейчас можем поговорить про виллы. У каждой виллы на данный момент свой собственный хозяин. У каждой виллы есть своя территория. Но здесь всего лишь один общий бассейн. Все виллы находятся без бассейна. Без собственного. Комплекс охраняется. При въезде стоит будка охраны со шлагбаумом. Так что никакие посторонние личности не заедут без разрешения в комплекс. Стоимость аренды двуспального таунхауса в этом комплексе составляет 25 тысяч бат в месяц. Стоимость трехспальной виллы начинается от 45 тысяч бат за месяц. Также все зависит от срока аренды. Если берете как минимум на 6 месяцев, по снижении стоимости можно договориться с хозяевами. В эту стоимость не входит электричество. За него вы будете оплачивать дополнительно. Примерная стоимость электричества начинается от 5-6 бат за киловатт. Примерно выходит на двуспальный дом где-то в районе полутора-двух тысяч бат в месяц. Дополнительно оплачивается вода по гостарифу. Это у вас выйдет где-то примерно 150-200 бат за месяц. Интернет бесплатно. И скорее всего уборка не будет входить в стоимость аренды. То есть либо вы сами будете прибирать, либо нанимать персонал. Уборка в среднем здесь стоит от 500 бат за раз и выше. В зависимости от квадратуры виллы. С этой стороны находится ресепшн и бассейн. На втором этаже здесь расположен тренажерный зал. Раздевалка. Ну что, Кристина, купалась? А что так мало? Долго купалась. Долго купалась? Может на самокате покатаешь что-то? Да, я сейчас покатаюсь. Давай, давай. Кристина, подожди меня! Угоняет от меня на самокате. Хочет угнать за 60 секунд. Вот такие вот будки, не будки, так скажем, а домики ставят для тайских духов. Им постоянно приносят различную сладкую воду, угощения и так далее. Это практически в каждом резорте, у каждой виллы тайской ставят такие домики. Вот так выглядит такой вот комплекс, куда мы переедем. Столько много зелени, да, растительности. Смотри, прям как елочки, да? Да, похоже на елочки. И вот эти вот цточки, похоже на белое. И как бы елочка как будто в зене. В снегу, да? Да, в снегу. Классно. Они такие еще чуть-чуть колючие, как елка. Ага, прикольно. Похоже на елку. Папа, идем ко мне. Что там? Да, вот название данного комплекса Бриззивиль, Самуи. Еще я бы покрасила вот это вот. Да, надо подкрасить. Они уже немножко выгорели, буковки. Все, а мы сейчас едем к себе домой. Да, Кристиан? Да. Ты куда поджала? Ты куда? Я по кругу. Пойдем. Я буду вот здесь вот. Смотри, Кристиан, какой газон, да? Да. Классно. И тут даже можно посидеть. Посидеть, поиграть в настольные игры, да? Пожарить барбекю, да? Пожарить. Вот, смотри, какой твой барашек, да? Марисовать. И даже тут стульчиками для барашков. Да, вообще классно. Вот там вот можно сидеть. Угу. Друзья, с завтрашнего дня мы начинаем свой переезд в новый дом, который находится неподалеку от того дома, где мы сейчас. Сегодняшний день доживаем. Сегодня собираем вещи. И завтра с утра уже будем перевозить и переезжать на новый дом. И, конечно же, мы это все зафиксируем на наш канал, на наш YouTube-канал. И выйдем в прямой эфир. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Не забудьте подписаться на наш канал, если до сих пор не подписаны. И не забывайте нажимать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Всем пока-пока. Увидимся на Самуи.